Если вы используете Windows 11, то скорее всего она у вас не оптимизирована и работает нестабильно. Сегодня я покажу вам как оптимизировать Windows 11 без использования сторонних программ и твикеров. После оптимизации вы ощутите значительное ускорение работы системы и сможете повысить FPS в играх. Всю настройку и оптимизацию я буду проводить на Windows 11 версии 23H2. Перед началом оптимизации необходимо активировать Windows, чтобы получить доступ ко всем параметрам и настройкам. В этом нам поможет сайт ksoft.store. Здесь вы можете приобрести официальный ключ активации Windows по доступной цене. Помимо ключей Windows, на сайте также доступны ключи для Microsoft Office, антивирусов и различные подписки на сервисы. Ну а если вы захотите закупиться по полному, то специально для вас на сайте есть комплекты, где вы можете выгодно приобрести сразу несколько ключей. Магазин имеет более 2000 отзывов и рейтинг 5.0 на Яндексе. И это еще не все. Используя промокод simon99, вы получите 5% скидку на покупку. Ссылка на магазин и промокод будут в описании под видео. Ну а мы переходим к настройке и оптимизации Windows 11. Нажимаем на пуск, переходим в параметры, открываем раздел система и настраиваем звук. Спускаемся в самый низ, нажимаем на дополнительные параметры звука, выбираем свой динамик. Заходим в свойства, в разделе дополнительные эффекты отключаем все эффекты. Далее переходим в пространственный звук и выключаем его. Жмем применить и окей. Теперь переходим в настройку уведомления. Отключаем все уведомления от приложения. Далее спускаемся вниз, открываем дополнительные параметры и снимаем галочку возле, показать интерфейс приветствия Windows, также возле получать советы и предложения. Далее переходим в настройку памяти. Включаем контроль памяти. Заходим туда вовнутрь. Запуск контроля памяти ставим каждую неделю. Удалять файлы из корзины, если они находятся там более чем, ставим на 14 дней. Удалить файлы из папки загрузки, если они не использовались, более чем ставим на 30 дней. И нажимаем запустить контроль памяти сейчас. Далее переходим во временные файлы. Выбираем все кроме загрузки и жмем удалить файлы. Теперь переходим в обмен с устройствами по близости. Нажимаем на отключено. Далее заходим в раздел Bluetooth и устройства. Открываем принтер и сканеры. Если вы не используете принтер, то отключаем его. Далее открываем мобильные устройства. И отключаем их. Также отключаем связь с телефоном. Если вы хотите отключить как можно больше ненужных сервисов и не хотите тратить время на ручную настройку и оптимизацию, то специально для вас я сделал полноценный пак, который поможет улучшить работу Windows и повысить FPS в играх. Уже более 400 человек оптимизировали свои компьютеры с его помощью. Все настройки и твики собраны в одной папке, что значительно упрощает процесс. Мой пак включает все необходимое для оптимизации Windows, оперативной памяти, процессора, жесткого диска, видеокарты, клавиатуры мыши и даже интернета. Если вы новичок и плохо разбираетесь в настройках, не волнуйтесь. Я записал для вас подробный гайд по оптимизации и настройке с помощью моего пака. Приобрести пак можно на моем пусте. Ссылку на пак я оставлю в описании под видео. Пользуйтесь на здоровье. Ну а мы переходим в параметры мыши. Нажимаем дополнительные параметры мыши. Открываем параметры указателя. Отключаем повышенную точность установки указателя. Жмем применить и окей. Далее открываем раздел персонализация. Переходим в цвета и отключаем эффекты прозрачности. Переходим в следующий раздел приложения. Открываем установленные приложения и удаляем ненужные. Далее заходим в автономные карты. В разделе обновления карт отключаем автообновление. Далее удаляем все загруженные карты. Теперь переходим в раздел игры. Открываем гейм бар и отключаем его. Далее включаем игровой режим. Заходим в специальные возможности. Открываем визуальные эффекты. Отключаем полосы прокрутки. Эффекты прозрачности. И отключаем анимации. Переходим в следующий раздел. Конфиденциальность и защита. Открываем поиск устройства. И отключаем эту функцию. Далее заходим в общие настройки. И отключаем все настройки. Далее заходим в диагностика и отзывы. Отключаем диагностические данные. Улучшение рукописного ввода. Персонализированные возможности. Просмотр диагностических данных. Также удаляем диагностические данные. Далее открываем центр обновления Windows. И выбираем приостановить на 5 недель. Это предотвратит установку обновлений во время игр. И снизит нагрузку на компьютер. Теперь давайте отключим все визуальные эффекты. Которые нагружают нашу систему. Переходим в раздел система. Спускаемся в самый низ. Находим о системе. Заходим туда. Где характеристики устройства. Нажимаем на дополнительные параметры системы. В разделе дополнительно. Переходим в параметры быстродействия. Жмем обеспечить наилучшее быстродействие. И ставим галочку возле вывод эскизов вместо значков. После чего нажимаем применить. И окей. Теперь давайте перейдем к полной очистке мусора. И освободим память на нашем жестком диске. Мы уже проводили очистку в параметрах Windows. Но этого недостаточно для полного удаления ненужных файлов. Открываем мой компьютер. Локальный диск C. Переходим в папку Windows. И открываем папку Temp. Выделяем все файлы. И удаляем их со своего компьютера. Далее включаем функцию показа скрытых элементов. Переходим в локальный диск C. Пользователи. Переходим в папку со своим юзером. Открываем папку AppData. Local. Находим папку Temp. Заходим туда. Выделяем все файлы. И удаляем со своего компьютера. Если вы хотите максимально очистить свой компьютер от мусора. И освободить как можно больше памяти. То в моем паке есть специальный раздел. Очистка и оптимизация дисков. Там вы сможете удалить весь мусор. Кэш. Ненужные файлы. А также оптимизировать диск и файловую систему. Ссылку на пак вы найдете в описании под видео. Итак. Мы очистили весь мусор. Теперь давайте отключим программы, которые запускаются при старте Windows. Нажимаем правой кнопкой мыши по панели задач. Открываем диспетчер задач. Переходим в раздел автозагрузка. И отключаем все ненужные приложения. Чтобы Windows запускался быстрее. Теперь переходим к настройке электропитания. Нажимаем на пуск. Вводим панель управления. И переходим туда. Режим просмотра ставим категория. Заходим в системы и безопасность. Открываем электропитание. У вас скорее всего стоит сбалансированная схема питания. Ставим на максимальную производительность. Если у вас нет этой схемы. Открываем командную строку от имени администратора. Копируем команду из описания под видео. Вставляем ее в командную строку. И нажимаем ОК. После этого у вас появится схема максимальная производительность. Далее заходим в настройку схемы электропитания. И выставляем никогда. Жмем сохранить изменения. Следующий шаг это отключение индексации файлов. Данная функция отвечает за ускорение поиска файлов и папок на вашем компьютере. Но создает дополнительную нагрузку на процессор и диск. Для того чтобы отключить индексацию файлов. Открываем мой компьютер. Нажимаем ПКМ по локальному диску С. Переходим в свойства. И снимаем галочку возле разрешить индексировать содержимое файлов. Жмем применить. И ОК. То же самое проделаем с остальными дисками. Теперь давайте обновим драйвера своей видеокарты. Новые версии драйверов помогут устранить различные проблемы, связанные с игрой и сделают ее работу более оптимизированной. Заходим на сайт для загрузки драйверов. В описании я оставлю ссылки для AMD и Nvidia. Выбираем свою видеокарту и операционную систему. Тип загрузки обязательно ставим Game Ready. Нажимаем на поиск. И скачиваем свеженький драйвер. После чего устанавливаем его. Как только мы выполнили все действия по настройке Windows 11, перезагружаем свой компьютер, чтобы применить все изменения. Напоминаю вам, что у меня есть пак оптимизации, с помощью которого вы можете максимально просто и эффективно оптимизировать Windows и свой компьютер. Вся информация находится в описании под видео.